Основная цель встречи не просто выслушать возникшие проблемы, а главное помочь в их решении. Поэтому важно, чтобы на таких приемах присутствовали представители местной администрации, которые бы также содействовали в решении различных просьб жителей. Главный врач Виндовского дома ребенка Рима Зубковская впервые обратилась за помощью к Вячеславу Фетисову. Нам необходимы детские площадки с современным полиуретановым травмобезопасным покрытием для прогулок детей. Это уже не первое обращение к представителям власти. И отрадно, что всегда есть отклик. Например, к 75-летию дома ребенка администрация района подарила детям спортивную площадку. Областная дума приобрела летние веранды. Сейчас появилась необходимость в прогулочной площадке с современным покрытием. Будем думать. Надеюсь, что к летнему сезону решение найдет себя. Я буду надеяться. Спасибо, что вы меня услышали. Спасибо за внимание. А вот Алексей Поляков пришел на встречу к депутату Государственной думы, чтобы найти отклик в решении вопроса о получении здания для отделения спортивной медицины. В данный момент оно базируется в детской поликлинике. И это приносит неудобства всем. Эта территория, она принадлежит детям. Заболевания с ОРЗ, с ОРВИ и так далее. У меня же все, кто занимается физической культурой и спортом, все здоровые. Хорошо, что был глава района. Все вместе слушают проблему и приходят к общему консенсусу. Я думаю, да, меня сегодня услышали. И я думаю, что вскоре все будет. Просьбы, с которыми граждане приходят на прием разные. Начиная от проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая личными просьбами. Но есть и благодарность. Ольга Ищенко, многодетная мама, воспитывает троих сыновей, которые активно занимаются различными видами спорта. И сегодня она говорит спасибо Вячеславу Фетисову за содействие и развитие спорта в Ленинском районе. Стоит отметить, что такие встречи в общественной приемной проходят регулярно. И прийти на них может любой житель района.